Сварка как метод соединения металлических элементов конструкции занимает значительное место в строительстве. Наверное, многим при работе дома или на даче приходилось сожалеть, что под рукой нет сварочного оборудования. Но в настоящее время с появлением инверторных сварочных аппаратов работать со сваркой стало гораздо проще и комфортнее. Прежде всего, инверторные аппараты отличаются от старых сварочных трансформаторов значительным снижением веса, благодаря чему инвертор доступен для работы в труднодоступных местах, которым, пользуясь старым сварочным оборудованием, приходилось тянуть длинные концы сварочных кабелей. Компактность инверторного аппарата, а также его небольшой вес, позволяет перемещаться с ним по всей площади производимых работ. Кроме того, инверторные сварочные аппараты достаточно экономичны и просты в эксплуатации. Это очень важно, особенно для тех, кто занимается сваркой от случая к случаю, в бытовых целях. Инверторный аппарат сваривает металлические детали постоянным током при помощи электродуговой сварки, обмазочным электродом. Главной его особенностью, особенно значимой при применении в быту, является то, что он не приводит в момент начала сварки к скачкам электроэнергии в сети, от которой он запитан. Это происходит потому, что в его состав входит накопительный конденсатор, который обеспечивает бесперебойность электрической сети, а также мягкое разжигание дуги и дальнейшее ее удержание при сварке. Возможно, вы наблюдали, как садится напряжение в сети, когда сосед по дачному участку начинает сваривать что-то, накинув концы сварочного аппарата непосредственно на провода, подводящие электричество к его дому. В случае работы с инвертором, просто подключаете его к розетке с напряжением 220 В. Он преобразует переменное напряжение сети частотой 50 Гц в постоянное, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Аппарат имеет также регулятор величины сварочного тока и защиту от перегрева. Оснащен функциями антизалипания и горячий старт. Для работы со сваркой необходимо иметь средства защиты, и не только сварщику, но и помощнику, если и таковое имеется. В средства защиты входят куртка и штаны, а также рукавицы из плотной ткани, лучше брезентовые, которые закрывают все участки тела. Обязателен головной убор, иначе можно остаться плешивым, а то и вовсе лысым. Следует помнить, что одежда защищает не только от разлетающихся вокруг искр, но и от ожогов ультрафиолета сварочной дуги. Обязательно используйте сварочную маску со светофильтром соответствующей степени затемнения. Хорошо зарекомендовали себя в этом отношении маски типа хамелеон. Перед началом работы зачистите свариваемый материал на расстоянии от 10 до 20 мм от шва, а от ржавчины, грязи и краски. Затем, закрыв сварочной маской лицо, проведите электродом по участку сварки, чтобы зажечь сварочную дугу, и удерживайте ее на расстоянии, примерно равным диаметру электрода. Угол наклона электрода от вертикальной оси должен быть 20-30 градусов. Чтобы дуга горела стабильно, важно точно и правильно отрегулировать подаваемый ток. При недостаточной силе тока дуга может моментально погаснуть и получится залипание электрода. При повышении, наоборот, произойдет разбрызгивание металла в разные стороны и начнется возгорание. При сварке электрод имеет способность плавиться. Он делается меньше в размере, что требует его периодического продвижения по свариваемым элементам, но с учетом сохранения стабильной дуги. Если это упустить из виду, то дуга тоже погаснет. При процессе сварки образуется сварочная ванна. Она имеет вид смеси жидкого металла и расплавленного сердечника электрода с покрытием. Во время постоянного плавления, при перемещении электрода с выдерживанием зазора, шов выполняется прочный, качественный, а его технические и механические свойства будут намного выше. Наиболее частыми дефектами сварных соединений являются неполномерность шва, неравномерная его ширина и высота, крупная чешуйчатость, бугристость и наличие седловин. Формирование таких дефектов непосредственным образом связано с выбранным режимом сварки, прежде всего с величиной, родом и полярностью тока. Также неравномерные по ширине швы могут получаться вследствие неправильного манипулирования электродом и неравномерности приложенных усилий. Причиной также могут служить плохое качество электродов. Все это заканчивается ухудшением прочностных характеристик сварного соединения и, как уже говорилось, образованием внутренних дефектов. Не отчаивайтесь, если сначала сварочный шов будет получаться неровным и недостаточно качественным. С навыком придет и качество. Большинство моделей инверторов работают на постоянном токе. При таком режиме работы свариваемые детали и электроды можно подключать двумя способами. Это прямая полярность, когда электрод подключается к минусу, а свариваемая деталь к плюсу. И обратная полярность, когда электрод подключается к плюсу, а деталь к минусу. Обратную полярность применяют, когда возникает необходимость уменьшить нагрев металла, например, при сварке тонкостенных материалов во избежание их прожога, или лигированных стали для предотвращения выгорания лигирующих элементов. При этом способе поток электронов меняет свое направление и нагревает уже не металл, а электрод. Прямую же полярность желательно использовать для сварки массивных деталей. Марок электродов для сварки великое множество, но в быту, как правило, используются лишь некоторые из них. Например, электроды МР3. Они легко разжигаются, дают хорошую защиту сварной ванны и позволяют довольно легко контролировать ее положение. Применяются в аппаратах как с переменным, это сварочные трансформаторы, так и с постоянным током, это инверторы. К инверторам обычно подключаются на обратной полярности. Подходят практически для любого типа шва. Электроды ООНИ-1355. Сваривают углеродистые и низколлегированные стали. Работают на аппаратах тока, в том числе и инверторных. Подключаются обратной полярностью, причем работа осуществляется короткой дугой. Минимальное напряжение холостого хода 65 В. Применяются для сварки ответственных изделий. Но следует отметить, что эта марка электродов считается весьма капризной. И такими электродами достаточно сложно работать начинающему сварщику, не имеющего достаточного опыта выполнения сварочных работ. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и всем удачи в освоении сварочного дела.